Это и есть особенность парламентской системы управления. И особенность эта заключается в том, что в парламенте сейчас должны происходить переговоры. Будут происходить какие-то передвижения, разные партии, фракции будут стараться войти в коалицию друг с другом. Это сейчас идет период переговоров и очень важных выяснений политических отношений друг с другом. Это и есть свойство той конституционной системы, которая только-только вступает в силу в Армении. Марк, мы изначально говорили, что целью протестов было по большому счету смещение Сарксяна, потому что люди устали, хотят сменяемости власти. И сейчас есть один человек, Пашинян. Возможно ли, что появится кто-то еще конкурент у Пашиняна или некая альтернативная фигура компромиссная? Ну вот смотрите, протесты сначала были действительно очень персонифицированы. Это был протест против одного человека, протест возглавляемый другим политиком. Сейчас по ходу дела этот протест модифицировался и наконец он пришел к ситуации, когда мы против вообще всей правящей партии. Вот такой лозунг выдвинут сейчас протестующие. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что вот снова есть персонификация, есть Никол Пашинян и непонятно, кто выступит против него. Вот об этом я как раз сейчас и говорил. Сейчас очень трудно назвать другого человека или другие персоны, которые будут рассматриваться в парламенте 1 мая. И все зависит от того, какие переговоры пройдут, каким соглашением придут. Правящая партия, у которой еще большинство в парламенте сохраняется. И оппозиция, которую возглавляет Никол Пашинян и которая создает сейчас новую коалицию. Будет ли в результате этого возможность выбора премьер-министра прямо 1 мая? Или же наоборот ситуация придет к такому тупику, что нужно будет парламенту объявить о самороспуске и о новых выборах? Это мы, конечно, узнаем в ближайшем будущем.